Сотрудники Минприроды продолжают проводить рейды в лесах в поисках браконьеров. Сегодня вместе с ними мы отправились в Тольменский район для того, чтобы найти нарушителей. Иногда за день здесь ловят по несколько человек, а бывает сидят в засаде неделями. А вообще самое удачное время для охоты на охотников – раннее утро или поздний вечер. Тогда их практически ловят за руку. Машину бросают, смотрю, лодку качают. Качают, выплыли, сидят и проверяют. А этот стоит, смотрит туда, в ту сторону, куда я уехал. Думаю, ох и партизаны. Несколько километров от поля, не густой лес. И уже здесь нам попадается охотник. Министерство природных ресурсов, инспектор Бравко. Здравствуйте. Управление охотничьего хозяйства. Охотничий билет, даже оружие есть. Нет оружия, нет утка есть подсадная. Оказался добросовестным. Мужчина приехал на берег не охотиться, а выгуливать Катю так зовут утку. Говорит, засидел из сарая, ведь сезон охоты пока отменен. Охотничий билет мы с собой всегда возим, как мы являемся охотниками. Это испокон веков было. Но оружие запрещено, мы его не берем. Зачем? Ну, как сказать, больше охотник выезжает, наверное, в целях уединиться с природой. Там чаю кастера попить, послушать, как уточка работает. А ружье так, чтобы себя не туристом чувствовать, а охотником. Едем дальше. На дорогах свежие следы от шин. В это время проще всего ловить сурков. Они вышли из спячки. Трава сейчас очень низкая и хотят добыть сурка. Днем можно встретить браконьера? Да. Самое время для охоты на сурка – это день, когда тепло. С нарезного можно стрелять и на 300 метров. С гладкоствольного метров на 40. По словам инспекторов, сейчас в зоне риска не только сурки. Легкой добычей становятся лоси, медведи и бобры. Ну, последний вот случай был, непосредственно, когда он ставил капкан на бобра. То есть это когда к нему подошел практически в упор, когда он не ожидал никого встретить в угодьях. А голову поднимает, а тут инспектор стоит. То есть он был удивлен, шокирован, что как так может быть, что в упор подошли, а он даже не заметил. Ну, начинается массовая охота, то есть идут на медведя, на солонцы, добывают копытных, то есть заготавливают мясо. Ну, иными словами, у нас охота идет круглый год, точнее, желающие поохотиться в течение всего года. И несмотря на запрет, браконьеры все равно потакают своим привычкам, за что им грозит либо административный штраф от 4 тысяч рублей, либо уголовный от 40 тысяч. Но опаснее другое. Если в официальный сезон охоты число добычи ограничено лицензией, то сейчас у браконьеров, по сути, развязаны руки. В этом рейде мы не нашли нарушителей. И к лучшему. Но сказать, что поездка была напрасной, тоже нельзя. Ведь главная задача не поймать, а предотвратить нарушения. Мария Микшута, Николай Шилко. День с толком. Из леса.